Социальная адаптация среди первостепенных задач, как помочь встать на правильный путь тем, кого осудили за употребление и распространение наркотиков. Сегодня этот вопрос обсуждали в Доме правительства. По решению суда, каждый, кто отбывал срок за употребление наркотиков, должен пройти курс медицинской реабилитации. В республике на учете более 500 человек, но растет количество уклонистов от лечения. В прошлом году было 216. Здесь прирост у нас почти 25%. На текущий момент можно констатировать, что большинство вопросов медицинской реабилитации, побуждения к ее прохождению наркозависимым решены. В течение года мы неоднократно проводили оперативно-профилактические мероприятия уклонист. Многие из них по местам жизни не проживают или выехали на заработки в другие регионы. Уклонистов не пугают даже крупные штрафы, отмечают в МВД. И, как правило, именно те, кто отказывается от реабилитации, снова переходят к черту закона. Что не хватает? Какие инструменты надо еще использовать? Более эффективно, наверное, надо разусловить работу по их выявлению и привлечению. Тут совместная работа с управлением наркоконтролием водоподжевашей. Чисто сами тут мы не справимся. Они все уроженцы нашей республики? Все, 100% уроженцы нашей республики. Эта категория лиц, как правило, работает без оформления трудовых книжек. Они работают в Сургуте, в Казани, в Москве и появляются именно на короткий промежуток времени. То есть с ними очень сложно работать. Но действенные меры борьбы с уклонистами все же надо находить, отметил глава региона. Чтобы ни один человек по решению суда не остался в стороне, а прошел все те процедуры, которые обязаны пройти. То, что ему по нормативу, по функционалу прописано. Если они где числятся на работе, соответственно, то где они числятся на работе. Если трудовые договоры не оформляют, то там налога должна быть. Понятно, им некуда. Эти деньги они потратят на употребление наркотиков. Нам нужно провести с ними определенную работу. Поэтому я думаю, что мы возьмем на себя такие функции, как бы провести рабочую встречу. Тем, кто освобождается из тюрем, помогают найти работу. Реализация программы содействия занятости для осужденных играет ключевую роль. В вопросах профилактики отметил Михаил Игнатьев. Сами как оцениваете вообще? Есть положительные, позитивные результаты или нет вообще? То есть с УКСИН и СМВД организованы эффективные взаимодействия. Надо справляться с задачами, поставленными в соответствии нормам действия законодательства. Сейчас ярмарки вакансий проходят и прямо в исправительных колониях. Благодаря таким мерам только в этом году было трудоустроено порядка 200 осужденных. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.